Эфирные масла скорая помощь. Тоже вопрос из зала. Много раз говорили про аптечки и что в них должно быть, но давайте повторим. Конечно, самое популярное масло для аптечки это чайное дерево. Оно является прекрасным антисептиком, может использоваться на раны, нарывы в чистом виде. Даже если под рукой нет перекиси водорода, оно хорошо обеззараживает и заживляет. Для дальнейшего и более эффективного заживления используйте масло Мира. Она же удачно останавливает кровотечение в качестве этакого природного клея, что актуально, например, для детей. Мира не щиплет, как многие лекарственные препараты для ран. Лаванда. Прекрасное средство от ожогов. Всем нам известна вот эта вот легенда, когда ученый обжегся в лаборатории, опустил руку в масле лаванды, и у него не было потом пузырей и покраснений. Поврежденное место можно обработать неразбавленным маслом, но только не стоит этим злоупотреблять, конечно. Ромашка. Аптечная. Она же голубая. Натуральное противовоспалительное средство при отеках и синяках. Можно смешать 4 капли масла аптечной ромашки с 1 столовой ложкой базового масла и стирать в пораженный участок. Для максимального эффекта можно добавить лаванду и бессмертник. Бессмертник. Помогает при ушибах, воспалениях, растяжениях, связках. Можно смешать 4 капли бессмертника с 1 столовой ложкой маслоносителя или масло армики. Наносить повторно, как можно чаще, чтобы облегчить боль, снять отек и изменить цвет сняка. Мятоперечный. Очень хорошо помогает автомобиль при укачивании. И в случае усталости при вождении можно накапать на салфетку и положить ее в вентиляционное отверстие автомобиля. Также при синусите нюкайте его прямо из флакона или на моченную ткань. Лучше, конечно, с тканью. При головной боли можно добавить 1 каплю перечной мяты, 1 каплю лаванды, 1 чайной ложки базового масла и стирать в лоб и заднюю часть шеи. Лимон. Естественная гемостатия, которая останавливает кровотечение. Можно накапать 1-2 капли прямо на кровоточащую рану. Кровотечение должно остановиться. Гвоздика. Помогает от зубной боли и при воспалении десен. Капнуть 1 каплю на ватную палочку и обрабатывать десну вокруг больного зуба или в месте воспаления. Ладан. Ладан добавляется в бессмертнику и лаванде для ухода за раной. Также его можно использовать, если возможен приступ астмы. Добавьте 2-4 капли ладана на 1 столовую ложку масла носителя и втирайте плоти. Эфкалит. Незаменимое средство при проспудах. Можно совместить с чайным деревом для усиления эффекта. Душица. Тимьян. Лимонарка. Также мощные антисептики помогают победить проспуду. Не болейте. Ну и расскажите нам, какие фирменные масла есть в вашей аптечке.